Герои, отдавшие жизни за нас. Эти парни шли вперёд. Выполняли приказы, преодолев страх. Андрей Белевцов и Илья Тарусов жили в посёлке Октябрьский Чердоклинского района. С началом спецоперации отправились на передовую. Они погибли в бою. В честь Андрея и Ильи назвали улицы на Малой Родине. Таблички уже установлены. Осталось застроить территории. В местном лицее провели митинг-реквием, посвящённый памяти земляков. Люди живы, пока о них помнят. А мы помним. И я уверен, эта память будет жить на нашей российской земле вечно. Илья Тарусов был из рабочей семьи. Занимался каратэ, лёгкой атлетикой, футболом. После окончания лицея учился в Ульяновском авиационном колледже, который успешно окончил в 2019 году. Здорового парня взяли служить 31-ю бригаду ВДВ, где он подписал контракт. По окончании контракта принял решение продлить его и продолжить служить Родине. Интересно то, что Илья родился 2 августа, в день воздушно-десантных войск. А по православному календарю ещё и в Ильин день. Илья Тарусов служил в звании гвардии ефрейтора в должности заместителя командира боевой машины. 6 марта прошлого года погиб в Гастомеле. Он посмертно награждён Орденом Мужества. Во время службы в 31-й бригаде он всегда ездил куда-то учиться. И заново учиться ездил. Потом его кто-то позвал. Кто-то из командиров, даже не знаю фамилии, кто-то позвал его в 5-й роте. И так он стал служить в 5-й роте. Он сказал, что это будет навсегда, я останусь всегда в этой роте. И так получилось. Он остался навечно в 5-й роте. Андрей Белевцов родился 9 ноября 1989 года в Узбекистане. Позже его семья переехала в Ульяновскую область. Андрей выучился на агрономов колледже, окончил университет. Далее срочная служба и заключение контракта в 2012 году с 31-й бригадой ВДВ. С 24 февраля прошлого года участвовал в спецоперации. 19 мая погиб. Андрей награждён Орденом Мужества посмертно. Его мама Светлана Белевцова часто вспоминает, как рос Андрюша. Любознательный непоседа, любимый сын. Всегда ему везде всё было надо. Очень умный, очень развита память у него была. Он мог повторить почти слово в слово всё то, что говорили. В детском саду он не мог сидеть на занятиях и играл в уголочки. И когда я приходила, воспитательница говорила, вы знаете, подниму детей, которые сидят. Они не ответят. А Андрей играет в уголочки. Его спрошу, он всё ответит. И так же было и в школе, и в институте. Почтили памяти известного земляка Владислава Луконина. Он не раз был героем наших материалов. Лучезарный. Так называют Влада те, кто его любит. У него было много друзей. Семья гордилась и гордится его успехами. Владислава не стало 7 марта прошлого года, в возрасте 25 лет. Его папа Александр Луконин представляет комитет семей воинов Отечества. Он погружён в общественную деятельность. Мы совместно с администрацией района, поселения, смогли это сделать, назвать улицы. Завтра мы едем в Новоспадский район. Там тоже собираются все семьи погибших ребят. Мы эту тему будем сейчас транслировать не только по Ульяновской области, но и по всей России. Друзья и родственники погибших – местные чиновники. Все возложили цветы к памятникам воинов. В этот день иеромонах Иона провёл панихиду в храме святой мученицы Татьяны. От духовного перешли к светскому. Завершающей частью Дня памяти стала концертная программа своей песни «Вера и правда в битве за мир». Виктория Черкова, Олег Тоньшин. Улправда ТВ.